Привет! На связи с KifMusic и это рубрика «Гитарный став». На нашем канале мы говорим про музыку, делаем обзоры на музыкальные инструменты и берем интервью у классных гостей. Сейчас я нахожусь в ивент Холли Сигнал. А это значит, что сегодня я, Ирина Матросова, узнаю, на чем играют, какое оборудование используют и как готовятся к концерту музыканты группы «План Ломоносова» Андрей Шмаргун и Алексей Баланин. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну что, погнали! План Ломоносова. Самобытная и драйвовая панк-группа. Коллектив образовали в 2010 году актер Александр Ильин и музыканты Денис Хромых и Андрей Шмаргун, которые уже имели многолетний опыт игры в различных панк, харкор и метал-группах. За 14 лет группа выпустила 7 студийных альбомов, которые покорили тысячи слушателей по всей России и не только. Команда отличается яркими, а местами даже сатирическими текстами, которые сочетаются с мощными гитарными рифами и харизматичной подачей вокалиста. Самыми известными песнями группы План Ломоносова являются «Мосты», «Я любовь» и «Солнце не взойдет». Ну что ж, а теперь вернемся обратно к ролику. Приятного просмотра. Привет! Я рада видеть вашу команду в Самаре. Расскажите, на каких инструментах вы сегодня будете играть? Ну, я вот на этом инструменте сегодня буду играть. Это пятиструнный мультимензурный бас Кисель, фирма Кисель. Вот, вот, вот такой. Теперь расскажут Алексей Баланин. А я сегодня буду играть. Вот на такой гитаре. Это классический Гибсон СГ, не сильно старый, 2007 года всего лишь. Датчики фокинские, под бриз, если не ошибаюсь. В принципе, все остальное оставлено оригинально. Замечательно. Вы используете педали, процессоры? Отвечает Алексей Баланин. Я использую процессор HeadRush MX-5 модель. Трехкнопочный маленький проц. Очень удобный концерт. Мало места занимает. Функционала вот так. Звучит прекрасно. Меня все устраивает. Андрей Шмаргон хочет рассказать про свои педали, судя по всему. А я играю на китайской подделке примочки. Примочка называется Demon FX. Это практически стопроцентная копия педали Dark Glass. Эти замечательные педали Dark Glass я использовал какое-то время и очень был доволен. Но потом они стали очень дорогими, во-первых. Во-вторых, когда у нас на базе случился пожар, и моя любимая двухкнопочная педаль Dark Glass сгорела. Я хотел купить новую, но не нашел. И один мой знакомый посоветовал мне попробовать педали фирмы Demon FX, которые можно купить в 4 или в 5 раз дешевле на Алиэкспресс. И я попробовал, и вот играю на Demon FX. Хорошо. У вас много инструментов в коллекции вообще? У меня? Ну что значит много? Честно говоря, я сейчас даже не могу сказать, сколько точно. Потому что играю я в основном на двух басах. У меня два киселя. Есть вот этот пятиструнный, есть еще четырехструнный. И в основном играю я на них. Еще у меня есть Fender Precision. Потом у меня есть китайский пятиструнный Fender. Еще есть акустический бас. Есть бас-инспектор российской компании. Есть безладовый бас. Ну, то есть штук шесть басов у меня есть. Но использую я не все, поэтому как бы пафосно это сейчас не звучало. Но на самом деле я искренне не помню. Я, может быть, даже сейчас что-то забыл. Потому что что-то стоит в чехлах, и там по несколько лет я этого не дистаю. Хорошо. А у вас, Алексей, много гитар? Гитар? Ну, я не считаю, что много. У меня пять гитар. На концертах я использую практически всегда одну и ту же, сбежку. Потому что она просто хорошо в миксе сидит, именно в концертных условиях. Мне нравится, как она звучит. А я такая как бы, ну, надежная. Она падает, и ничего себе не происходит. Даже не расстраивается. Вот остальные гитары. Есть у меня стратокастер американский. Есть у меня, значит, стрела Epiphone. Клайн Твей. Значит, есть что там еще. Есть гипсон китайский. Плэспол. Хорошо, очень звучит. Очень интересно получилось. Неожиданно. Что-то еще есть. Тоже не помнишь? Еще парочные гитары есть, короче. Но основные у меня концертные. Такие мы пафосные ублюдки. Даже не помню, какие у нас гитары. Нет, какие-то гитары просто лежат. Тут они там ждут своего, там, допустим, записи альбома. И их можно использовать на студии. Они на студии звучат прекрасно в записи. А живьем, например, в миксе теряются. И, ну, смысла нет. Даже, ну, просто нет смысла таскать с собой, там, две-три гитары. Это невозможно в наших реалиях. Как бы мы много ездим, много летаем. И две, даже две гитары невозможно. Поэтому приходится выбирать что-то универсальное. И, как правило, с этим мы взаимодействуем. А по какому принципу происходит отбор чего-то универсального для PSP2? Ну, во-первых, по звучанию, чтобы звучало все более универсально. Во-вторых, чернота. Обязательно черная гитара должна быть. Вот, как вы заметили. Ну, и... Ну, желательно, чтобы... Вес, вес опять. Ручка должна быть отломана хотя бы одна. Потому что это концертный инструмент. Без головы. Вот у меня голова отломана. Голова отломана, да. Принципиально важно для антуража. Да, конечно. Замечательно. А вы помните свою первую гитару? Я помню. Ты помнишь? Я тоже помню. И первую, и вторую. И третью. Я вообще все гитары помню, кстати, прекрасно. Вообще прям... Что это были за гитары? Ну, у меня первая была гитара, акустика этого самого. Город Бобров. Нет, а электрогитара. Вопрос был про гитары. Можно любую. Не обязательно электрогитару. Нет, про электрогитару. Она потом стала электрогитарой, поэтому и нормальная. Короче, акустику мне родители подарили из обычного Нермага. В обычном Нермаге купили вот этого города Бобрусь производства акустика. Очень плохо сделано. Топорно. А потом я тогда сам намотал звукосниматель. Вычитал там в журнале «Юный техник» типа того. Все это дело там спаял. Ну, я умел этим всем заниматься. И подключал к магнитофону обычному, кассетному. Ставил его в режим записи. И там вот этот вот фуз такой получался. На это на всю, чтобы перегружало. Да, да, да. Чтобы перегружало все передело. Такой звуком был. Но что-то я напоминал. Это вот как раз электрогитару. Электрогитару. Это сам первая. Здорово. Да. У меня первая бас-гитара была. Это... Ну, если именно про бас-гитару. У меня тоже была «Урал». Гитара еще до этого. Тоже какие-то акустики. Но это не будем считать. Именно первая бас-гитара. Это был самопальный фендер. Даже сейчас не могу сказать. Джаз-бас. По-моему, это был джаз-бас. И у него не было ладов. То есть у меня был первый бас безладовый. А безладовая техника, она достаточно сложная. То есть я когда куда-то приходил с этим басом, и все люди, кто постарше, кто поопытнее, смотрели такие, у тебя что безладовый бас? У-у-у. Ты что, учишься играть на безладовом? Я, ну да. У-у-у. Ну и как-то вот я какое-то время на нем играл, пытался играть. У меня там не сильно получалось. А потом я купил безголовый пятиструнный бас. Вот второй мой основной был бас. Это был безголовый пятиструнный. И на самом деле я не очень любил безголовые басы. Тогда в детстве, в юности хотелось что-то такое поагрессивней, чтобы помассивней. Но так уж сложилось, что выбор был небольшой. Вот пришлось купить безголовый. И потом я очень долгое время играл на всяких различных бас-гитарах и пришел к тому, с чего начал. Грубо говоря, вот у меня сейчас фавориты это безголовые басы. Почему-то вот у меня сейчас... Я к этому пришел и очень доволен этим. Что-то мне в этом нравится все. Круто, круто. Расскажите, какие гитаристы вас вдохновляют на ваше творчество? Давайте топ-3. Слушай, ну на самом деле я вот никогда не получалось у меня в какой-то топ положить. В какой-то список. Все время десяток разных гитаристов. Ну давай попробуем там то, что на слуху. Ну, то, что я до сих пор слушаю. Гитаристы, музык которых я слушаю до сих пор с раннего детства, это Хендрикс, это Брайн Мэй, это Каспарян, это, значит, Марки Фридман, Айндрес Кейсер. Ну вот, наверное, на этом можно остановиться, а то это бесконечно будет список. Хорошо. А мне больше всех нравится бас-гитарист группы Кэннибал Корпс Алекс Вебстер. Вот у него очень интересный звук, он играет пальцами. И мне нравится больше всего альбом 1992 года. И он его играл на Фендере, на Фендере Престижене. Есть видосы, как он записывает. И вот этот звук мне нравится больше всего. Мне казалось, что металл играет на что-то таком, когда я еще не знал, на чем он играл этот альбом, казалось, он играет на чем-то таком железном, ну, грубо говоря, какой-нибудь Бессерич, Рогатый, или Джексон, или Ибанес. У него был какой-то Ибанес в свое время тоже он играл лайвы. А потом я увидел запись и увидел, что он играл на Фендере, и я понял, что все сложилось, потому что звук Фендера, на самом деле, мне очень нравится. Это мой любимый звук. И вот именно этот звук у Алекса Вебстера мне больше всего нравится. Также мне нравится басист группы Iron Maiden Стив Харрис. Мне нравится басист группы Dream Theater. Ну, в принципе, по настроению. Причем я не скажу, что я часто слушаю Dream Theater, Cannibal Corpse или Iron Maiden. Эти группы я не часто слушаю, потому что, в принципе, я уже все их послушал, от А до Я. Но иногда можно так вот в охоточку послушать немножко. Здорово. Спасибо вам большое за ответ на мои вопросы. Я желаю вам сегодня аджечь на этой сцене, зарядиться энергии нашей самарской публики. Спасибо большое. Благодарим вас за позитивное настроение перед концертом. Замечательно. Вам спасибо. Ну, а на этом все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях название своей любимой песни группы Плана Ломоносова. До новых встреч! До новых встреч!